всем привет говорит и показывает москва с вами андрей давно ничего не снимал никакие обзоры все только потому что сейчас у меня на восстановлении находится супер редкая супер дорогая коллекция японских роботов так называемых чогокенов даже чокензоку вот и хоть у меня основное правило коллекцию добавлять только полнокомплектные образцы но тем не менее именно в этом случае возможно поместить в коллекцию экземпляры с недочетами только в силу того что на данный момент эти фигуры уже фактически поставляют собой культурную ценность образцы современного искусства так сказать вот поэтому там было много работы по ремонту реставрационные работы то есть покраску еще не освоил вот но там еще такой момент был восстановление отсутствующих деталей так сказать но и так как это роботы в принципе отсутствуют детали именно обладающие симметрией то есть можно с противоположной стороны фигурки снять детальку ну и грубо говоря ее скопировать поэтому сегодняшнее видео именно о том как копировать недостающие детали у коллекционных фигур поэтому вот у меня на столе здесь я сразу скажу я никакой не специалист уровень чайник чайник дилетант но можно сказать уже обстрелянный чайник промышленное производство выставляет собой непосредственно наполнение металлических молдов тем или иным материалом молд это форма для литья да то есть туда обычно заливает абс либо какой-нибудь пвх вот ремесленники профессионалы они соответственно вот эти формы которые заливаются материал изготавливают из различных силиконов и как правило заливают тоже резиной ну или это эпоксидные какие-то смолы которые застывают ну и получается такой типа пластик все это очень долго муторно но для профессионала самое то для наших целей нужно что-то попроще но общие этапы подготовки молда отливки детали они в принципе похожи ну и соответственно что я в итоге использовал так как коллекция которая ремонтируя и восстанавливаю она дорогая до никогда не хватало меня ресурсов лишних так сказать чтобы купить какие-то материалы для восстановления в данном случае сравнении со стоимостью коллекции эти сейчас материал поставляют собой просто тупо расходник да вот по стоимости поэтому я решил вложиться в это дело ну и давайте сделаем некий обзор соответственно первый этап копируем детали он строит собой изготовление самого молда то есть вот этой формы молд может быть изготовлен из разных материалов частности самый дешевый самый распространенный это так называемый супер пластик вот такой вот он в виде гранул идет белых таких вот разные значит производителя тут их на развес практически продает кто-то вот в таких вот маленьких баночках чем хорош этот пластик мы просто берем вот эти гранулы белые просаем в кипятке горячую чашку наливаем бросаем и он тут же стекленеет становится таким вязким густым как пластилин можно тут же доставать его и лепить либо лепить из него либо соответственно в него помещать деталь чтобы получилась форма для литья особенность какая деталь на самом молда он тут же при воздействии на температуру плавится но при затвердевании высыхание да он ставится супер прочность супер твердым также плюс в том что его можно легко окрасить его посмотрите я фактически изготавливал золотой пластик это обычный акрил пока вот этот еще материал он мягкий в него можно добавить акрил перемешать пожалуйста вот такой момент получается вот и черный пытался делать окрашивал красный и так далее ну зависимости от базового материала которого я собирался копию делать также при соблюдении определенной технологии да то есть сначала мол сделали потом добавили там я добавляю подсолнечное масло к примеру то в принципе этот же материал на почему я вот красил я его использовал не только как молд но как и наполнитель для этого молда то есть его можно одновременно использовать и как молд и как наполнитель для литья вот и в принципе получается результаты потом покажу это плюсы вот этого супер пластика далее в коллекционной среде очень модный очень распространенный и тоже безопасный как вот этот вот как я понимаю для работы даже без перчаток это так называемый blue stuff ну и так же идет и green stuff как правило прицеп ну или синька и зеленка я не знаю это бренд или это просто так материал называется во всяком случае его продают именно на вес в таких пакетах видя таких брусков идет синька вот это вот blue stuff посыпанный тальками единственное что здесь вредное на ощупь это правда резина обычно она пружинит green stuff или зеленка в простонародье она идет в виде такого двухкомпонентного материала основной материал затвердитель какой из них какой непонятно вот но при значит идет в таких пропорциях желтый чуть побольше синий поменьше ровно отрезается и перемешивается получается зеленый такой вот материал в чем плюс вот этой синьки точно так же как супер пластик бросается в воду он стекленеет оставаясь такого голубого прозрачного цвета и точно также делается там форма в него делается вот такой комок или там расправляется в него вдавливается соответственно копируем деталь и точно так же можно после охлаждения этот и супер пластик и синька они охлаждаются после в холодильнике получается форма извлекается мастер модель и далее перемешивается вот это вот зеленка уже точно так же наполняется форма и где-то 24 часа должно пройти не меньше лучше два дня то есть вот вечером поработали после зато сутричка можно глянуть застывает внутри это зеленка внутри синьки извлекается принцип также ранее видимо зеленка она появилась ранее синьки и народ использовал вот эту зеленку гринстав наподобие как супер пластика то есть из него сначала делали молд на форму сама и и она застывала далее шла и смазали там и уже в нее тоже вдавливалась сама второй слой зеленки как наполнитель то есть зеленку можно и так использовать и как молд как наполнитель следующий значит материал это всевозможные холодной сварки они есть разных производителей вот есть уже готовые виде пластилина там внутри идет затвердитель по моему снаружи основной материал точно так же два материала смешиваются и каменеют но для наших целей так как мы льем детальность детализации очень хорошие это фактурами текстурами нам нужно жидко именно составляющиеся нужно чтобы два вот эти элемента шли в отдельных тюбиках я рекомендую чтобы он был жиденький такой и просто один к одному тоже размешивается и заливается в форму соответственно это только наполнитель единственный минус вот этих холодных сварок это уже токсичная тема голыми руками не поработаешь надо обязательно использовать перчатки и ну и при работе естественно пользоваться уже либо штатным там такой мастерок идет либо какой-нибудь палочкой наполнять вот здесь только талька здесь уже посерьезнее какие-то вещества то есть детям точно нельзя вот этими вот работать но результат дает очень хороший и получается последний материал который использовал это эпоксидная смола она идет тоже виде такой густой жидкости внутри они тоже супер много всяких вот и затвердитель ну в данном случае вот именно этот который я купил он идет 10 к днам такое соотношение я честно чуть побольше затвердителя туда капал вот он идет такой вот такой в баночке вот и нормально затвердевает ну плюс также чтобы можно было отличать как бы вот этот материал он прозрачный тоже если вы используете видимо супер пластик некие подкрасители различные для этого дела для эпоксидных смол вот получается очень годно как мне кажется вот ну теперь давайте рассмотрим какие инструменты в работе вам могут понадобиться вот я полный набор собрал все что нужно то что сам использовал сейчас покажу так единственное забыл сказать значит супер пластик и блюстав они могут использоваться пока как я понимаю ограниченное количество раз возможно с химическими веществами когда они взаимодействуют они какие-то свойства теряют но пока вот сколько я молд эти не переплавлял то есть сделали это молд отлили деталь можно опять переплавить и использовать по новой то есть как бы бесконечная типа темы все остальное это расходники окей так минимальный набор инструментов которым я пользовался ну то используя которым можно заниматься копированием ну самое первое соответственно это пускай вот кусачки кусачки такие по металлу хорошо использовать это различные облое обкусывать особенно это касается когда у вас деталь сделаны супер пластика он это что-то типа полиэтилена не пилится тупо не режется каким-то волокнами начинает расходиться хоть и очень прочный но единственно что то он хорошо обкусывается то есть обточить его нельзя это минус супер пластика и вот практически невозможно обрабатывать то есть отливка не получились не получилось можно попробовать по новой доработать ее вряд удастся любые самые дешевые пинцеты вот у меня под своркинга осталось это чтобы из горячей воды доставать наш расплавленный супер пластик или синьку далее идет скальпель да и модель нож для чего им хорошо разрезать блюстав очень почему-то именно хорошо режется модельным ножом когда внутри у нас оказывалась мастер форма мастер модель до чтобы извлечь нужно как бы чуть-чуть по периметру начать разрезать достать это потому что и синька она именно как резина с ней ничего не будет она потом обратно стягивается можно закрепить то есть режется хорошо именно модельным ножом хотя вот облое достаточно от гринстав неплохо отрезать не знаю почему а вот как раз канцелярский нож он неплох чтобы срезать вот этот гринстав облой и так далее врезать очень хорошо очень и почему-то получается работать вот этим модель ножом не очень лично у меня далее нужна вот такая вот штука приблуда их всевозможное там множество бывает ну вот я выбрался такой шариком на конце и с лопаточкой железная тема нужно для того чтобы работать с гринстав когда гринстав там такая особенность типа как рваным пластилином надо пальцы постоянно смачивать и форму как бы так затирать гринстав очень экономная тема тут главное вот именно на облоре основные потери идут поэтому надо научиться заполнять именно саму форму аккуратненько вот запихивать самые труднопроходимые уголки там вот этим инструментом вот потому что до основной потери это именно идет на облоре потому что вот это зеленый уже момент там где-то 90 минут надо работать если у вас что-то осталось просто в пакетик и в морозилку все с ним ничего не будет потом опять разминаете муж там какая-то реакция идет но поможет как я понимаю месяцы года должны пройти вот я сколько недоставал остаток это опять разминается все в порядке нужно дальше кисточка нужно для того чтобы наносить либо масло либо вазелин или еще какие-то составы между формами чтобы они склеивались также деталь мастер-модель обмазывал маслом чтобы проще было извлекать ни разу не подвело и вот такие вот прощепки или наподобие но и слишком мощные примеру они хороши скреплять именно молодые супер пластика сам супер пластика очень жесткий такие прощепки позволяют надежно зафиксировать две половинки вот и не заезжаться что успел там например супер молд и супер пластика хорошо заполнять сваркой холодной в таком случае вот эти штуки незаменимы однако ими крайне не рекомендуется зажимать молды из блюстафа потому что это практически резинка идет сдавливание и деформация самой детали обращайте внимание послушав одного американского ремесленника который молда создает копирует детали вот и он рекомендовал что именно форма в которой мол делается она должна быть он такой всегда влас и я им доверяю она должна быть круглая почему потому что создается равна равное давление со всех сторон и на деталь нет перекосов молда ну короче говоря нужно цилиндрическое что-то использовать очень удобно вот такой вот баночка была комплектом продается я вот и специально разломил сюда влезает как раз один брусочек блюстафа сначала его заполнили пока мягкий давили сюда модель мастер модель где-то на 50 процентов очень кстати вот такой вам совет любая деталька на оригинальность посмотреть у нее там везде есть линия по которой облой был да вот когда две пресс-формы они смыкались везде идет этот шов надо изучить деталь и постараться именно чтобы не глубже этого шва в данном случае в блюстаф притопить мастер модель то есть там уже все рассчитано как она должна была форме располагаться вот это надо придерживаться соответственно давили холодильник она застыла вот эта часть ты уже стала сюда опять разогретую блюстаф сделали расположили так и сдавили аккуратненько чик таком виде опять в холодильник и потом после застывания очень хорошо расходятся эти части они не слипаются когда один уже был твердый другая другая часть была мягкая извлекайте мастер модель форма готова видите как делался от разной детали вот одна принципе ясен да тут замки такие делаются вот это с липок оригинальной детали в данном случае это был бластер от nine storm предатора и вот этими замочками как раз как бы чтобы они не сделала форма все так оставляется на засыхание и последний инструмент шприц для наших целей достаточно на три кубика какой-нибудь это для работы с эпоксидными смолами то есть три шприца берете в один наполняете затвердитель добавил смолу в третье для готовые смолы для работы теперь результат моего копирования для разных деталей как я уже понял нужно подобрать наиболее подходящую комбинацию из чего сделать но из чего сделать наполнитель то есть смотреть и сходя из формы там до сложности детали и так далее в частности вот все это мероприятие меня по копированию возникло из-за того что мне надо было в первую очередь скопировать вот этот рок это рок шея шин гетера 1 как мы видим это некий прозрачный видимо abs был покрытый древним золотом цвет по моему такое может бронза это очень сложно угадать как мы видим здесь есть вот линию между молдами да вот была очень сложная форма пэк скошенный здесь здесь идет углубление окантовочка конус но он с детализацией на видеть это достаточно сложно для копирования и дальше пошли вот мои первые попытки это было у меня щеку бюста в генстав не было просто супер пластик один вот много было вариантов пока не добился одного нормального то мне более-менее устроил обратить внимание как говорится лучше чем ничего плюс быстро делается то есть застывает моментально в холодильнике твердым становится не сломаешь его однозначно здесь попадает в воду или тепло там от 70 градусов по моему вращается тест на массу далее пошли вот у меня попытки с гринстаффом да ну вот я вам покажу неокрашенный вариант который в итоге по моему это был молд супер пластик жесткий молд принципе очень неплохо сделано смотрите если грамотно покрасить то неплохо но почему-то чуть не происходит некое увеличение самого самой детали скорее всего из-за того что молд из фактически из резины сделал там любом случае если идет некое давление даже с неприщепкой идет все она деформация данном случае получилось неплохо потому что это из супер пластика молд был сделан но или может быть визуальный обман самый неплохой вариант получился когда молд именно из супер пластика наполнитель гринстафф потому что вот были наполнитель молд из блюстаффа обратите внимание видите сплющенность она появляется как от этого утень совсем не совсем понимаю потому что вот не сильно давил совершенно понимаю уже там были такие ошибки вот но тем не менее это вот гринстафф такую ерунду дает возможно оттренироваться также вот сколько-то я несколько штук выбросил у меня осталось образцы все равно несмотря что делаешь замки происходит смещение двух половинок и молд бывало хорошая отливка получается но съезжал несколько раз такое было далее тут идут попытки видеть опять небольшой деформации идет тоже гринстафф но это по-моему именно в глюстаффе делал так вот еще один вариант гринстаффа подгонял тоже видите небольшое сжатие получается так и вот именно для этой детали все-таки как я понимаю победитель это супер пластик плюс холодный сварк обратите внимание неплохо очень неплохо возможно потеряно будет детализация я переделал и сделал вот еще вот такой вариант это супер сварка холодная сварка по моему в глюстаффе в итоге сделал и наверное оставлю этот вариант минус холодной сварки она реагирует на пузырьки да то есть она настолько жидкая что с пузырями возникает проблема но это правится буквально там лаком можно залить или красочки побольше возможно я ставлю именно вот этот вариант этот либо в итоге то что самым максимально круто получившиеся вот это из гринстаффа в жестком молде было и супер пластик еще не покрасил вот то есть как вы видите различные комбинации также у меня был потерян один палец от шенгеттера оригинал первой попыткой его права сходу сделал из супер пластика принципе приемлемо издалека естественно незаметно даже болт здесь скопировался вот тоже красила по моему лаком покрыл если следить чтобы не нагревалась да там может на свету стоять стоял бы тогда бы проблема была но в итоге из гринстаффа сделал получилось вот так в принципе очень хорошо но пришлось дорабатывать потому что какой-то причине опять-таки вот шел вот это дикое увеличение размеров молда то есть я здесь много стачивал подгонял работа была капитальная насколько я не пытался мне почему-то не такие жирные пальцы включается хотя как вы видите детализация сохраняется буквально этот был таким же на принципе результат устроила больше не экспериментировал но в итоге продавец обнаружил палец из этой детали мне слава богу проблем нет да прикол еще один инструмент забыл проволока необходимо когда вы заливаете форму эпоксидной смолой например у вас форма такая да сюда эпоксидную смолу залили и по уберете и начинаете туда углубленица размешивайте сразу чуть-чуть она проседает эпокситочка размешивайте так чтобы стремиться чтобы заподлицо вот форме оказался материал важный инструмент но я вспомнил ну и соответственно так как материал еще у меня в наличии из которой я лепил реплики вот тех деталей я в качестве тренировки предложил своему знакомому коллекционеру скопировать ему недостающие детали из его коллекции в данном случае это коллекционеры хищников и чужих от компании NECO вот он мне списочек скинул что ему необходимо и я вот попробовал скопировать со своих оригиналов давайте начнем слева направо сначала идет у нас супер пластик в данном случае супер пластик использовался как наполнитель для молда из блюстафа это наш шланг от хищника лавы лавы предател в данном случае сам пластик я покрасил красным прям замешал то есть база красная но мне показалось он недостаточно сочный и я покрыл его акриловой краской алой вот такой результат в принципе вся детализация сохранена в основном но где-то вот может быть чуть-чуть съехала но тем не менее очень хороший результат как раз для тебя знакомый коллекционер здесь вот скажу кончики прям в кипяточек и на место его прилаживаешь если не пристанет то хотя бы пэк сформируется и уже можно будет на супер клип садить но только кончик а то все расплавится также лавы предател не хватало бластера смотрите здесь серебряночки я капнул потому что оригинал также сделал две детали здесь у нас крутится то есть функциональность соблюдена здесь у него стойка как у ситика а пушка похожа на берса но тем не менее это просто супер пластик точно тоже может расплавится тепла но зато он дает нужную прозрачность и как говорится очень прочно также из супер пластика я сделал пушку от наймсторма мы это фактически репент хищника берсерка из трех деталей соответственно тоже с какой-то попытки получилась нормальная формовка здесь соответственно есть движение или он чуть пристал но в принципе она здесь неважно а поворот дуло сохраняется покрасил так как выглядел оригинальный на nightstorm неплохо согласитесь и тем не менее захотелось побольше детализации плюс ко мне подъехал гринстав это вариант из гринстав точно так же было крутится и движение самой плазма ушки и детализация намного лучше так тем не менее сам наполнитель на вот гринстав он похож вот там как на винил не знаю может быть что-то у меня с пропорциями не то но зато именно для органики это просто круто поэтому вот у человека не хватало трофея с ноги хищника бэдбаллада я сделал слепок напомнил гринставом и получилось настолько круто что если еще подкрасить как надо если не обратить внимание то можно вляпаться так сказать на реплику но я очень доволен что в принципе получилось и начал копии делать то что помнил что именно этого трофея человека не было так что вот именно комбинация блюстав плюс гринстав всякие черепки костяшки идеально также из гринстав я попробовал сделать лезвие для хищника берсерка ну или фальконера у них у всех одинаково идет этого компания не то но тем не менее он такой мягенький получился форму держит просто акрил серебро и лачок получилось ну и самый большой челлендж для меня был не хватало у джангл хантера невидимки плазмокастера со стойкой в данном случае пришлось использовать эпоксидную смолу прозрачную пушку пришлось полностью не двусоставный молд не в одну половинку а именно полностью погружать в люстав заливать фактически шприцом внутрь материал зато получилось очень круто скопировать обратите внимание и это с первого раза без опыта также здесь две детали на выходе у нас фактически можно сказать как пластик можно обрабатывать он очень хорошо обрабатывается как вы видите здесь микро дрелью получилось просверлить насквозь для крепления я зафиксировал на сексом чего с кирпичкой коллекционер очень аккуратно вытащи железку привать и произвели ювелирные работы по установке по сохраня на подвижность то есть полностью функциональная тема получилась даже вот этот микро шланг или провода который идет у джангл хантера здесь он в принципе есть и при наличии соответственно инструмента можно здесь вот разверлить очень круто получилось и это тоже полное погружение в молд таким образом заливалось и финальная тема это вот такой прозрачный эпоксидный клинок от хищника берсерка пришлось увеличить два раза где-то толщину этого клинка все потому что сначала я пытался создать его при помощи супер сварки холодной сварки и эпоксидки получились точные копии и в том и другом случае но и супер сварки у меня был жесткий молот и супер пластика поэтому при попытке извлечения он осыпался более того даже если мне удалось его извлечь эксплуатировать его на это же не получилось бы здесь нужно заливать все-таки каким-то бс вот мне еще есть идея наполнитель сделать из растворенного в отцитоне там абресника как попробую ну и с эпоксидкой то же самое произошло слишком тоненькая поэтому я решил сделать методом одностороннего выдавливания да вот молода то есть брал блюстав погружал туда оригинал притапливал и сделал чуть побольше залил наверно чуть поглубже сделал чуть побольше залил дальше просто бормашиночкой здесь подгонял надфилем получилось очень неплохо ну ничуть не менее прочным чем оригинал и если сгибать естественно сломается ну как и абс на оригинал получается очень круто сейчас приступил к массовому производству тоже оказался у знакомых коллекционеров почему-то этого аксессуара не хватает вот таком еще и видео видео обзор материал как вы видите для создания нужной детали необходимо использовать все разные комбинации до материалов для молда и для наполнения молда вот поэтому можете экспериментировать не нужно быть профессионалом буквально пару видео можно посмотреть на ютубе кто как чуть делать и приступать все всем спасибо за просмотр всем пока